Увидел на экране табло повтор и сразу понял, что будет защитник. Показалось, что после травмы Баринова и Мирончука, как будто у вас уверенности больше прибавилось и после этого начали давить. Вот это сказалось, что тренер говорил вам про сделок? Я думаю, что и до этого мы смотрелись очень хорошо и сегодня мы провели очень хорошую игру и заслуженно победить. Газизов сказал, что почти идеальное судейство в этом матче наконец было. Как ты считаешь и как тебе кажется сказалось, что каждый матч говорили о судействе и суди как будто уже по-другому спорта к суду? Давайте я не буду комментировать судейство, я буду играть в броху. Ну вот после матча ты подходил к Карасеву, что-то вы там обсуждали? Нет, мне там губу разбили просто, я ему сказал, что разбили губу. За счет чего вот, как тебе кажется, удалось в этом матче прибавить по сравнению с тем, что было в Сочи, в других матчах и мы уже увидели какую-то уверенную игру в атаке? Ну, в первую очередь вернулся наш главный тренер на броху, это тоже немаловажный факт. И у нас появляется уверенность, ну, характер тоже, поэтому, опять же скажу, мы сегодня провели общий холестинный матч. Что с Кокориным все тоже спрашивают, ты с ним на связи, наверняка вы общаетесь. Он натренировался, да, с вами в общей группе, а опять не вышел. Когда его ждать на поле? Я думаю, в ближайшее время он появится. Ну, то есть в сентябре или в августе? Я думаю, что в августе. Да? Ну, не знаю, опять же, это не ко мне вопрос. Александр, Кирилл Капридов сегодня был на матче, и мы его немного поспрашивали здесь с коллегами, и он говорит, что отправил уже вам поздравление с победным голом, и написал, не больно ли вам играть головой, вы так часто играете и снимаете весь верх, не больно ли? Он мне уже об этом написал, у нас там есть вся группа, и ему объяснили, что не больно, и постоянно я играю. Это как бы такая была бы, наверное, от него шутка больше, чем... Ну да, он мог бы предложить шлем, например, на это. Ну да, он купался. А здесь играет, а кто в этой группе, что это за группу у вас? Это по играм? Да, по играм там у нас своя группа, Каприз тоже там. То есть вы на фоне, собственно, игр и познакомились, я правильно понимаю? Да, да, да. Потому что он сказал, что совсем, мне относительно недавно знакомы. Да, недавно знакомы начались, он начал с нами играть в Counter-Strike, и там познакомились. В хоккей теперь пойдешь? Ну, конечно, если пригласить, то я даже. Ну куда, в Миннесоту? Или на сборную? На сборную, конечно. Все, спасибо, коллеги. Спасибо. До свидания. До свидания.